По-любому я там три года не бывал, поехал туда на сборах, и я набрал новую энергию, как будто все новое. Несмотря на то, что ты проиграл в том бою, ты показал себя настолько, что тебя Герман Владимирович Титов взял в команду, сейчас ты выступаешь на таком крутом уровне. Ну, я изначально, честно говоря, мне сказали, что возможно у тебя бой будет с Ленаресом, я до конца не верил, да, что он в Россию еще приедет еще. Хорхе Ленарес, да, легендарный боец, он трехкратный чемпион мира, для меня было большой честь боксировать с ним. И очень часто бойцы говорят, что совсем по-другому идет поединок, когда полная тишина в зале, когда ты хорошо слышишь свой угол и чужой угол, особенно если язык один, и там еще судьи что-то между собой переговариваются, ты это тоже слышишь. Если спортсмен идет к чемпионскому, у него есть цель стать чемпионом мира, ему будет совсем все равно, с кем он будет драться, будет иностранец, будет русский. Повлияло то, что ты не поехал на сборы в США в итоге, что ты был, грубо говоря, вместо Майами в кисловод. На сборы в Кубе были. В России все равно менталитет такой, да, в Америке это наоборот всем нравится, когда вот гадости, зрители все говорят, давай еще скажи, говорят. Мне тоже говорят, как бы, да, давай, что ты не хайпуешь, да, там, говори. Когда ты выходишь в прямой эфир перед боксом, например, это то же самое, это те же самые эмоции, то есть это тот же самый адреналин. Трамвайная остановка. Картина маслом, бабушка в платочке, как на плитке шоколадки Аленка, и боксер со спортивной сумкой едет с тренировки домой. Бабушка к нему подходит, говорит, внучок, куда двоечка идет, не подскажешь? Не задумываясь, боксер отвечает, печень голова. Я думаю, примерно с таким настроем пройдет сегодняшний выпуск подкаста «Говорят кулаки». Дорогие друзья, Александр Комельков, Екатерина Березова, ваша ведущая сегодня, и гиганты мирового бокса, не постесняюсь этого слова. Я вот даже себе специально выписал, потому что я гуманитарий с цифрами так себе. Четвертый номер WBA, шестой номер IBF, шестой номер WBC, седьмой номер WBA, по крайней мере, вчера вечером, Заур Абдулаев. И десятый номер WBA на категорию ниже, 59 кг, Жора Мазара. Не соврал? Не обманул? Ничего не забыл? ПСА тоже выписал, Заура WBC Silver. Жора у нас чемпион WBA среди молодежи, но уже, наверное, не совсем молодежи. Не совсем молодежи. Слушайте, ребят, очень рады вас видеть, а меня знаете, что особенно радует? Вот я смотрю два бывших соперника, сидят рядом. Прямо болтают вообще. Да, еще до начала подкаста, там какие-то общие темы для разговоров, так на вас посмотришь и не скажешь, что когда-то вы делили один ринг, что выступали в главном бою вечера, дрались просто на... Я знаю, что специально вчера посмотрел. Они ведь оба друг друга в том поединке посадили на пятую точку. Были нокдауны в обе стороны. Ну, вам-то кого сейчас рядом? И после этого как вам, ребят? Ну, это, знаете, это же работа. На ринг выходим. Я знаю, что у меня будет быть так же и я. И как бы оба понимаем в голове, что это работа. После боя уже вне ринга мы тем более занимаемся в одном зале, да, бываем, постоянно пересечемся. Поэтому это чисто работа, да, так, вне ринга. Как говорится, на ковре враги, за рингом друзья. Вот, типа, вот такое вот. Мне кажется, что, может быть, я как-то со своей колокольной так сужу, что общаться хорошо после того, когда ты победил, немножко легче, чем ты проиграл. Жор, что скажешь? Нормально все было. Нормально? Нормально проводили бой, да. За уров вопросов нет. После боя. Не, почему за уров вопросов нет? Если был бы еще один такой бой, я бы за. Выскочил бы? Да. Почему нет? Можно было поставить еще раз. И оба будете чемпионами мира вдруг? Сейчас 59, посмотрим, как получится. По-любому я буду подняться потом. Было бы интересно, 59 чемпионов стал бы, я 61, и объединительный бой в Екатеринбурге главный бой. Два чемпиона мира было бы мощно. Давайте, кстати, как раз напомним, по какому поводу мы сегодня здесь собрались. Вечер титульных противостояний. 6 сентября, Челябинск, друзья. Ни много, ни мало, сколько я там по памяти сейчас попытаюсь не соврать, 6 титульных поединков у нас будет за один вечер. Это будет вечер титульных поединков, да, на самом деле. Мы так его и назвали. Заур Абдулаев главный бой вечера. Жора, у тебя со-главный бой. Как вообще настраиваетесь уже? Или пока какой-то лайтовый режим? Сколько у нас еще? Три недели до поединков? Как сейчас себя чувствуете? Не, ну лайтового режима-то уже давно нету. За месяц три мы уже, конечно, начинаем потихоньку. Я вот поехал в Кисловодск, как обычно, да, вот по физподготовке сбор начинаю там. Режим все, восстанавливаю там в Кисловодске. Потом уже продолжили в Махачкале. Уже начал спарринги тоже. Два спарринга дома сделал. И помимо уже и диету надо потихоньку соблюдать, потому что уже вес у всех большой бывает по-любому. И вот в Екатеринбурге у меня основная подготовка бывает. Здесь основной спарринг, партнер, боксы, все растачиваем. Тактику и под соперника вот что-то изучиваем. Так что мы уже давно в этом процессе, месяц-полтора мы тренируемся и готовимся. А мне вот так интересно всегда, вот я прежде чем Жора ответит, что Заур всегда говорит «мы», подразумевая, конечно же, команду. Да, что это не только как бы личные и заслуги, и вообще все вот это вот действие. 100% да, это конечно. Без команды, я думаю, все это не было. Всех побед. Мы публиковали видео с тренировок Заура, там собственно понятно, кто держит лапы и подушки твой брат, который сейчас здесь поддерживает. Ну он тот момент кислородский просто поддерживает, так мне тренинг по боксе. Ну это понятно, я имею в виду, что не всегда тренировочные сборы в боксе это семейная движуха, не со всеми едут братья. И может, и лапы дерет, и все процессы может консультировать. Закон настоящий универсал у тебя. Да, да. Жора, у тебя какой график? Уже съездил на сборы или еще планируешь? Да, первый сбор я закончил, проводил в Армении. Я с моим командом поехал в Армению, там проводил в родном стране. А сейчас уже идет боксерские тренировки, спарринги, подготовка такой, концовочный. Ну вот потихоньку, три недели всего лишь остался. Вот так катаемся. Я понимаю, разные весовые категории, но вы в парах там стоите на спаррингах или нет? Или у вас вообще разные тренировочные графики? Нет, у нас обоих боксерские тренировки, только спарринги остались, в принципе, и весогонка в конце. Но разные пары, спарринг-партнеры другие, потому что весовая категория совсем другая. У меня есть соперники, да, все разные. Да, я тоже хотел сказать. У тебя такой слой, у тебя, наверное... У меня левша, у него прошла. И у тебя, наверное, Заур-аргентинец скорее такой панчер, что ли, больше. Низкий такой, на один удар заряженный. Аль Нур, наоборот, машет кулачущими своими постоянно. У Жора немножко другой график. Я знаю, что у тебя хотел, Жора, спросить. Не совсем боксерский момент. Знаем жестокий и суровый график профессиональных спортсменов. У тебя вообще часто получается выбраться в Армению на родину? Нет, не часто. А сейчас какой-то особый заряд привез с собой оттуда? Раз не часто там бываешь, может быть, как-то по-особенному отнесся к этому лагерю. По-любому я там три года не бывал. Поехал туда на сборах, и я набрал новую энергию. Как будто все новое у меня начинается. Так что все будет виднее 6 сентября. Слушай, а не договаривался там с ребятами? Я просто знаю часто истории бойцы, когда ездят на сборы куда-то там к себе, грубо говоря. Им обещают, что за них там толпа прилетит специально болеть. У тебя будет армянский десант в Челябинске? По-любому будет, да. Да? Класс. Я думаю, они очень горячо за тебя поболеют. Это хорошо. Да всегда мой народ, всегда пришли, поболели. Всегда же это было видно. Это супер мощно. Мне вообще, кстати, вот так вот интересно наблюдать за карьерой Жоры. Мне кажется, что вот как раз после боя с Зауром, да, это произошел какой-то вообще невероятная перезагрузка, что ли. Какой-то квантовый скачок, что вот совершенно ты по-другому стал раскрываться в ринге. Что произошло? Почему так? Что случилось? Что сподвигло? Что Заур в тебя такое вбил? Да нет, никто ничего не поменял. Просто до Заура у меня не было ни промоутера, ни менеджера. Я сам по себе двигался вот так. Тренировался сам по себе. У меня не было команды с одним тренером. Я сам готовился. Спарринг-партнера не было. В общем, вот так все это произошло. Приехал, боксировал с Зауром. Потом после Заура у меня появился шанс приехать сюда, подписать контракт и поработать с РССРМК. Слушайте, ну, может быть, это было так, да, часто такое бывает в профессиональном боксе, что тебя привезли под Заура, да, грубо говоря, но ты, несмотря на то, что ты проиграл в том бою, ты показал себя настолько, что тебя Герман Владимирович Титов взял в команду. Сейчас ты выступаешь на таком крутом уровне. А сейчас, извините, у Жора уже за плечами победы и над Линаросом, и над Франциско Фонсекой. Мы вот как раз перед эфиром пока ждали, с Жорой обсуждали Фонсеку. Ну, нереальный тогда получился паянина. Кстати, забавно тоже вспомнил. Мы с тобой, Заур, вместе сидели и смотрели этот бой. Прямо в моменте обсуждали. И я помню, как у Заура прямо, знаешь, такие искры из глаз. Говорит, эх, вот бы мне до него тоже добраться в 61. Ну, пока не сложилось, ну, кто знает. Ну, кстати, еще один... До кого Миши добраться? А? До кого добраться? Фонсеку. Ты говорил, что ты бы хотел с ним подраться, если бы он к тебе в 61 поднялся. А, так это... Тебе просто понравилось, ты говоришь, он такой классный, зрелищный, мы бы с ним прямо зажгли. Еще, кстати, один интересный момент, что у ребят есть общий соперник. И это общий соперник, это звучит слишком скромно, на самом деле. Немного, немало, да. Легендарный боксер, просто невероятное имя, Хорхе Линарес в боксе. Вот, ну, получается, сначала у Заура был бой, потом у Жора. Мазаряна был бой с Линаресом, да. Получается, для Заура это второе такое громкое имя, да, наверное, в профессиональном боксе. У Жора это первое. Вот, что бой с Хорхе вам дал обоим? Ну, я изначально, честно говоря, мне сказали, что, возможно, у тебя бой будет с Линаресом. Я до конца не верил, да, что он в Россию еще приедет. Потом уже ближе я слышал, что он подписал контракт. Я думаю, наверное, да, такой шанс у меня появился большой. Тем более у меня просто с Хенни все равно горечь была, знаете, в душе, да. А я вот, да, до меня он с Хенни такой равный бой почти сделал еще. Нокдаун отправил Хенни. Поэтому мне было такое, знаете, да, в душе, чтобы его выиграть, да, и чтобы саму себе первое чудо доказать, что я на этом уровне и так. У меня с Хенни просто у меня были, да, проблемы. Потому что я не успел себя раскрыть там. И так получилось, что вот я там вообще ничего не смог сделать. Поэтому вот у меня вот с души вот это упало, да, после Нинареса я себя увереннее стал. Я знаю, что с любым соперником я могу конкурировать. И хочу же есть только с хорошим, с лучшим соперниками боксировать. Ну, сейчас, получается, у тебя как раз и есть та возможность, потому что бой, который ты проводишь в Челябинске, это отборочный бой на титул чемпиона мира. Одержав победу здесь, ты боксируешь за звание чемпиона мира по боксу. Я очень надеюсь на это, потому что, ну, каждый бой дома, я понимаю, Георгий Владимирович, наверное, старается, да, максимально. У меня есть до этого выбабл отборочный. Видимо, из-за этих ситуаций, да, вот то, что в мире творится, я понимаю, что сейчас он со всех сторон пробует. И сейчас IBF, я надеюсь, да, очень сильно надеюсь. У них красивый пояс красненький. Ну, вот на самом деле, вот ставлю свои пять копеек, то, что делает сейчас Герман Владимирович Титов. Как промоутер, как руководитель лиги, мне кажется, он просто на максимуме своих возможностей. То, что сейчас возможность сделать в этих реалиях. По сути, как локомотив российского бокса профессионального. Ну, столько боксеров, и он каждый удар старается вести так. Ну, вот, и как результат, действительно, титульные противостояния, вечер титульных противостояний в Челябинске, это, конечно, огромное уважение Герману Владимировичу. Жора, давай к тебе вернемся. Что тебе дал бой с Линаросом? Я помню, мы с тобой записывали интервью за неделю до поединка. Ты прям был максимально заряжен, было видно, что собран, не хочешь отвлекаться. И мне кажется, что простит меня Заур, который здесь сидит, не потянется меня душить. Жора, тебе как-то легче дался Линарос в какой-то мере. Может, уже сам Линарос немножко подздулся, не знаю. Расскажи, вот, как ты себя чувствовал до боя, и мне еще интересно вас обоих послушать после. Сколько дней ушло на то, чтобы самому себе в голове сказать, да, я побил там Хорхе Линароса, грубо говоря. Я просто смотрю, просто отношусь к этому. Потому что Хорхе Линарос, да, легендарный боец, он трехкратный чемпион мира. Для меня было большой честь боксировать с ним. Я знал, что я могу этого делать, потому что я в таком возрасте, у меня в пик карьере, и я могу это делать. Если не сейчас, то никогда. Я знал, что я был уверенным, что я могу его пройти, и я прошел так уверенно. Просто у меня желаний было очень много. Ну, сейчас пришло время, чтобы стать чемпионом мира, и осталось за титул чемпионом мира подраться. Да, у меня осталось всего два шага. Сейчас, дай бог, этот бой пройдем, и там останется шаг, и за титул можно будет подраться. По поводу Линароса, что мне он давал? Линарос только мне опыт давал, и все. А тебе не кажется, что ты стал более узнаваемым боксером после того пыльника? Ну, по-любому, каждый бой за боем ты становишься более-менее знаменитым. Ну, кстати, вот ты говоришь, три года не был в Армении. Ты приехал, ты почувствовал, что там тебя воспринимали как топовый боксер? Ну, по-любому, хоть месяц, потом через месяц поеду, по-любому я это чувствую всегда. Не отпускают там тебя, не дают покоя. А на улице узнают тебя? Заура в городе, я знаю, узнают на улице иногда. Ну, когда-нибудь поедем в Армению, все будет виднее. Все понятно. На вопрос, Саша, ответьте, пожалуйста, после боя. Да, неделю, две недели, сколько отходили после боя. Сколько вот эта мысль, что там я выиграл этот бой, сколько она оседала в голове, потому что я знаю, что у многих боксеров, и не только боксеров, в принципе, бойцов, после громкого боя какое-то чувство, что это все сон, что это все неправда, что я сейчас проснусь, а бой еще впереди. Нет, я-то выходил на бой только с победой, у меня не было вообще сомнений, что проиграть или там ничья, у меня голове было только победа. Поэтому, да, я, конечно, был рад, потому что, тем более, в конце нокаут был, из-за этого двойная эмоции были, конечно. Я комментировал тот бой, я думал, у меня инфаркт. Неделя по-любому, да, были эмоции, да, там, тут постоянно звонят, дома, то есть встречали, да. В голове я держал, да, по-любому главный титул. Да, я выиграл, Ленарес, конечно, но главный титул выиграть, чемпионский. Тогда уже что-то можно расслабиться. Смотри, там, на вершине, когда окажешься, не дадут расслабиться. У тебя, Жора, как прошли вот эти дни после этой победы? Я, кстати, это тоже вопрос к обоим отмечал, там, не знаю, с командой в бане, там, с семьей, там, куда-то в ресторан, не знаю, у всех по-разному. Ну, у меня после каждого боя праздники. У меня после каждого. Если можно для эфира подробности. А как эти праздники проходят? Ну, собираемся с армянами и празднуем нашу победу. А как вы празднуете? Подозреваю очень громко по опыту общения с армянами. Ну, как объяснить? Собираемся и празднуем, радуемся, что мы победили еще один. Одна победа за нами. Вот еще мы идем к чемпионскому. Вот так, как еще. Не, ну что делать? Там, за столом сидите? За столом сидим, конечно. Или в баню там очень часто. Не, за столом сидим, поболтаем, там, танцы и так далее. Слушайте, надо как-нибудь... Попасть, попасть на это. Ответить, да, победить с Жорой. Почти не будет. Я чувствую, что Челябинск на ушах будет, если Жора выиграет. Жора, да, давай как раз поговорим с тобой про твой поединок. В Челябинске 6 сентября с Ильнуром Самедовым ты выходишь в ринг. Со-главное противостояние. Если вот мы говорили, что у Заура это элиминатор, то есть это выход, ну как сказать, полуфинал. Шаг до чемпионского поединка. А у тебя это как бы четвертьфинала, если говорить. Ну, по сути, да, у меня полуфинал будет. Да-да-да, полуфинал. И тот, кто в вашем поединке выигрывает, еще один бой до чемпионского должен будет провести. Да, сейчас у меня тоже элиминатор будет, полуфинал. Ну, вот ты как раз забоксируешь с человеком, который в промоушене, да, однокомандники, можно сказать, наверное, в какой-то степени. В боксе, мне кажется, это чуть меньше, чем в ММА и тогда. Да, но все равно. Ну, как бы, насколько это сложно или проще, когда там иностранцы, например, привозят из-за границы, там, еще что-то. Я знаю так, что если спортсмен идет к чемпионскому, у него есть цель стать чемпионом мира, ему будет совсем все равно, с кем он будет драться. Будет иностранец, будет русский, не знаю, какой национальность, кто будет он такой, да. Ему надо выйти, нормальную подготовку пройти, выйти, рынки, показать себя и все. Ну, это я тут на днях с еще одним нашим боксером общался, с Денисом Савицким, он очень хорошую фразу сказал, короткую. В ринге друзей нет, они есть за его пределами, можно общаться, можно с семьями дружить. Профессиональные бои – это про соперничество в первую очередь, поэтому, я думаю, нет никаких проблем у Жары. Да, ребят, а расскажите, пожалуйста, вот, что вы чувствуете, что вообще в голове происходит в тот момент, когда вы идете вот по этой дорожке, когда уже ринг-анонсер озвучил ваше имя. А еще большая арена, идти надо долго. Да, вот вы идете по этой дорожке, да, там, музыка играет, световое шоу какое-то, там, зрители кричат. Руки тянут, телефон снимает. У вас что в голове в этот момент происходит? Я не знаю, у кого как, но я лично, я очень радуюсь, когда уже поступит этот момент, когда я буду выйти в ринге боксировать. Я уже вес согнал, покушал, скажи, уже все самое сложное. Да, мне просто я радуюсь, что все, я уже могу зайти и этот, показать себя. То есть ты на бои, как на праздник? Да, да, да. Да, конечно, там такое празднование, потом, после. Согласен, согласен, ждет, ждет. Да, завод у тебя. У меня тут обычно будет, как бы, этот, в раздевалке, когда готовишься, чуть более такие бывают моменты, переживаешь, там, то есть. А вот именно этот момент, на выход боя, да, уже все это проходит, уже конституция чисто на ринге, бой. Я тоже так же, как и Жор. Тебя заряжает энергия людей, которые за тебя... Конечно, заряжает. У тебя же, как бы, есть определенное преимущество. Ты на наших турнирах очень часто, как, домашний боксер. И поэтому все приходят за тебя болеть, потому что это часто главный бой вечером. Да, конечно, ты тоже чувствуешь, поэтому, да, вот, на тебя все болеют, все смотрят, знаешь, ответственность. И в себе, когда уверен, да, поэтому, наоборот... То есть, на тебя не давит этот ответ. Не давит. Ты ее чувствуешь, но тебе комфорт. Да, я ее чувствую, но, наоборот, как бы, хочу себе показать, да. Ну, вот сейчас, 6 сентября, это будет большая арена тракторов в Челябинске, там, 6 тысяч зрителей вмещается. Вот для вас имеет, ну, вообще, разница, есть для вас выступать на большой арене или на маленькой арене? Где комфортнее, где интереснее выступать? Ну, есть, конечно, на большой арене намного другие, да, ощущения. Я вначале, когда начинал боксировал, да, в маленьких этих шоу. И один раз я на замену вышел в Дивиз, помню, за два дня, там, я сразу после боя. Я это почувствовал, я намного всего увереннее там чувствовал. И все, я уже хотел только на больших турнирах. Там все равно другие ощущения, да, люди, зрители. Вообще по-другому. Для меня больше всего нравится, что когда в большом зале. Слушайте, на самом деле, на эту тему недавно были разговоры. В UFC особенно. У них есть вот этот UFC Apex, маленькая арена в Лос-Вегасе, куда на турниры вообще, ну, как бы, нет зрителей. Это, по сути, арена для спаррингов, но они там проводят турниры с ковидных времен, когда нельзя было зрителей. И очень часто бойцы говорят, что совсем по-другому идет поединок, когда полная тишина в зале, когда ты хорошо слышишь свой угол и чужой угол, особенно если язык один, и там еще судьи что-то между собой переговариваются, ты это тоже слышишь. То есть для тебя, Заур, примерно так же, да, на маленькой арене все по-другому атмосфера. Нет такого шума, который заполняет все вокруг. Да, в этом есть прелесть, да, когда много людей болеют за тебя. Вот без этого как-то, ну, меньше интереса. А у тебя жара как? Я же тоже, я правильно помню, что у тебя тоже несколько боев были у нас в Академии, а потом в основном на больших аренах. То есть вот, например, Заур с Ленаресом в Академии боксировал, а ты вот уже на большой арене. Это было как раз дивс. Большой зал, конечно, совсем другой. Это там азарт другой. Там болельщики много собираются, могут нормально болеть, чумить. Совсем другой. Маленький зал тоже нормально, но там скучно. Вот так вот. Ну вот мне кажется, действительно, публика заряжает. Вот опять же ты сказал про маленький зал в Лас-Вегасе у UFC. Я вспомнила турнир, только объявили самоизоляцию, локдаун. А у нас был турнир, я уже не помню по какому виду единоборств, в Академии единоборств ТРМК. Первый после. Зрителей туда не пустили. Нет, это вот как раз перед локдауном. То есть зрители не пустили, и мы проводили турнир, то есть там была съемочная бригада и бойцы. Ну и судьи. Да, и судьи. И такая звенящая тишина в зале. И у меня было чувство, что я за спаррингами на меня. Ну вообще, да. Вот правда. Есть такая, да. То есть все-таки зрители дают вот эту вот энергетику, мне кажется, и друг друга заряжают, да, и бойцов в том числе. У меня с Маликом вот так вот, кажется, было. Да, мне кажется, это и был тот бой, когда там сколько, семь нокдаунов или сколько, я не помню. Вообще же все по-другому. И ты сам все слышишь. Но на самом деле есть интересная сторона. Слышно, что там в клинче ребята между собой успевают друг другу на ушко сказать, потому что есть очень болтливые бойцы. А погодите, а вы разговариваете во время боя? Это, кстати, интересный момент. Просто недавно во всех соцсетях выложили UFC, что говорил Хабиб Конору, как только его задушил, и тот постучал. Вот этот момент, потому что там был полный зал, без направленного микрофона это было невозможно услышать. Никто не знал, что они в тот момент обсудили. А на маленькой арене все слышно. Вы когда клинчуете с соперниками, иногда бывает маленький, а никто-то расскажет друг другу. Ну, приведи пример, Жора. Приведи пример. Да ладно, армянские анекдоты смешные, но расскажи, как они. Разговаривать не будет. Бывает, когда уже в концовку, давай, давайте, пойдем. Ну, кстати, да. То есть, тоже его, ну, давай зарубимся, да, уже? Ну, давай, да, типа, много разговаривания не будет. Концентрацию не теряю, да, короче. Ну, то есть, если идет разговор, значит, это как раз с потерей концентрации. Ну, да, но если ты уже полный сюда уже, соперник, как бы, понял, да, что он ничего не сделал, тогда уже можешь разговорить. А так если он опасен, да, как бы. Я считаю, не думаешь, да, об этом некогда, некогда. Да, очень нельзя. Да, вот сленароса нельзя было терять вообще. Я не знаю, на каком языке ты бы с ним общался, если честно. На английском, да. А, на английском говоришь, молодец. Кстати, прекрасный способ перейти к моей следующей теме про английский. Давай. Я знаю, Заур, что вы пытались выбраться на сборы в США. Я знаю, что, Жора, ты вообще боксировал в США. Нет, подожди, Заур, ты дрался. В Sky не померил. Один бой, да, у тебя там? Да. Вот. Вы прекрасно знаете, что такое там проходить сборы. Хотел обсудить, как сейчас с этим всем туда сейчас, во-первых, доехать намного сложнее. Во-вторых, с визой тоже есть определенные проблемы, насколько я знаю. Как это влияет на качество вашей подготовки, вот если сравнивать, как было раньше и как сейчас? Давай, Жора, ты первый расскажи. Я проблем не имею, у меня есть виза, я могу... То есть это был твой выбор готовиться в Армении, а не в Америке? Ну, было не лично мой выбор, но это с командой так решили, чтобы общая команда быть вместе и пройти вместе из-за этого. А то у меня в команде все почти русские тренера, и они же не могут со мной поехать в Америку. А без них как я буду поехать? Ну вот так и остался. У тебя зовут как? Повлияло то, что ты не поехал на сборы в США в итоге, что ты был, грубо говоря, вместо Майами в Кисловодске? Я понимаю, как это звучит для зрителей. Я-то считаю, если бой в России, то особого смысла нету большего уехать. Ну, мне кажется, так. Единственное, спарринг-партнер у нас в России очень большая проблема. Я каждый бой у меня еще, да, поставим спарринг-партнеры, не могут нормальных найти. С кем ты спаррингуешь сейчас? Нет, есть как бы, да, но имеется в виду, все равно пообщать надо уровень, да, чтобы конкуренция тоже была, сам тоже, чтобы рос. Ну, сейчас, да, на мой взгляд, Рашид Янгазеевич, что Мурат Оливий должен приехать. Еще, да, до сих пор, да, в поиске. И вообще мы хотели, да, перед этим боем мы проходили с братом, в Индонезию летели, визе не получилось. Ну, мы еще дальше будем пытаться рабочую посмотрим. Ну, я хочу, и мы с братом, с командой хотим поехать. А у тебя, Жора, кстати, приезжали спарринг-партнеры специально кого-то подбирали? Никакой кого-то подбирали, все из России, так же, да. Те боксеры, кого мы знаем. Ну, то есть там не пытались каким-то европейцам написать там весточку кого-нибудь из Испании и там привезти. Поехать, поехать в другой страны, и там спарринговать, это совсем другое, вроде. И там результаты. Там школа другая, да, вот все равно. Ну, то есть ты с братом собираешься, если что, да, чтобы брат тоже полетел. Конечно. Ну, кстати, вот я тоже обратила внимание на это. Вот Дима Бивол, например, когда он летал на сборы в Америку, то он всегда ехал со своим тренером Геннадием Юрьевичем Машьяновым. Ну, то есть туда, скорее всего, за спарринг-партнерами, да, но не за специалистами, да, скажем так. Хотя, я понимаю, да, есть и другие примеры, когда там тот же самый Денис Лебедев к Фредди Роучу ездил конкретно тренироваться, именно с ним работать, или Мурат Гассиев с Аберем Санчесом, да, то есть есть и такие примеры. Гена Головки. Да, но в основном, как бы, мне кажется, что именно за спарринг-партнерами, наверное. Ну, да, это такой сюжет, про который говорят все боксеры, что там просто более насыщенный вот этот боксерский рынок. Да, разные спарринг-партнеры, в общем, все мексиканцы. Да, да, там вот все, все как один про вот этих мексиканцев, что они в зале злые, заряженные, голодные, у него там 3-0, он там всех рвет в спортзале. Есть там, да, вот эти рубаки страшные. Да, да, все, ну, через про хейджи надо тоже. Ну, да, на тренировках. Ну, в Мексике даже на спаррингах приедут с семьей, мама, папа, там все. Это да, но это у них традиция. Болеют, там просто спарринг идет, да, там, они кричат в зале, вообще. Эта атмосфера тоже хочется почистить. Ну, да. Я помню, на сборах в Кубе были. Там тоже вот так окружались, да, вот. Ага. Иллл, такие рубки болит, до конца надо, божесть. Кто сдаст, так вот было по мне. Вот так вот. Ну, это все равно, да, я согласна, разные менталитеты, потому что к нам в зал приезжаешь, ну, вот даже в академию единоборство МК приходишь на второй этаж, там, где как раз зона бокса, там такая работа, то есть там... Ну, профессионально все. Там именно, да. Ну, понятно, кто-нибудь музыку включит или еще что-то, но все равно там чувствуется такая вот концентрация, прямо, ну, не отвлекаясь ни туда, ни сюда. Да, у них школа бокса совсем другой. Ну, это да. Отличается. Очень часто мы вспоминаем, что у нас все-таки советские корни, вот эта школа, она еще осталась. Мы ее модернизируем, но она все равно особенная. И даже на кубе, кстати, тоже скорее она. А в Америке там чуть по-другому. Да, да, там более профессиональная манера, там не любительство. По-другому. Там ребята же почти не выступают по любителям, что они там, только 18 стукают, они сразу летят на профессиональный рим. А у нас до 28 иногда в олимпийском боксе, до 30. И только потом переходят в профи, приходится переучиваться на ходу, а в 30 это уже сложнее. Не знаю. Насчет семьи. Давайте поговорим, кстати. Я знаю, что вы, и это сегодня тоже чувствуется, достаточно такие закрытые, тихие парни. Как для вас это вот в жизни сочетается с образом боксера-чемпиона? Потому что, ну, мы все видим, как ведет себя там Флойд Майвезер, Конор Макгрегор. Не противоречит ли это тому, что сейчас нужно в современном боксе, там, показывать себя, постоянно про всех говорить, желательно гадости, не мешает этому? Как считаете? Семей как связано? Я имею в виду, что тихие, семейные, закрытые ребята, что вы не шумите на пресс-конференциях, там, так далее. Все равно в России, значит, все равно менталитет такой, да, вот в Америке это, наоборот, всем нравится, когда вот гадости, зрители все говорят, давай еще скажи, говорят. А у нас все равно людям это не нравится, мне это не кажется, да, и так же, да, и у нас, я вот, Махачкаледа вырос, у нас такой менталитет, ну, нельзя, да? Уважение пальмун, надо отвечать за свои слова. Да, да, отвечать, на Риге пока еще что-то может. Жора не даст соврать, к слову, про армянских бойцов, история с Арманом Церукьяном, когда он жестко отреагировал на жест определенную свою сторону и нормально так получил за это в Америке, потому что там можно, а он, как бы, честно, после боя вышел на пресс-конференцию и говорит, ребят, там, где я вырос, за такое палец могут отломать, например. Вот, и я думаю, Жора прекрасно... Ну, все правильно говорит, да. Да, вот, знаешь, как бы. Ну, свои у нас, да, свои в любом случае. Но с другой стороны, мне кажется, что в последние лет, это к 15, как будто для американской аудитории вот эти таинственные, практически не разговаривающие по-английски бойцы из России тоже стали, да, какой-то фишкой. Такие закрытые, тихие, которые на пресс-конференции спокойные, а потом выходят и... Это забит был такой, по-моему, Магомед Шарипов. Его любили, за его это, да. А так, в основном, наоборот, на этом не любят. У нас там был Рашид Магомедов, боец. Боец хороший, но тоже скромный. Успокойный, да. Да, тоже из-за этого, просто из-за этого выбрали. Так у него 5-0, что ли, был в UFC, помню. Мне тоже говорят, как бы, да, давай, что-то не хайпуешь, да, там, говори. Это тоже умительно, вот, Мага Исмела, он как-то аккуратно, подобранный, и в то же время хайп тоже есть. Я так и не умею, да. И мне говорят, типа, будешь зарабатывать? Я чуть меньше буду зарабатывать, но я буду сам с собой. Я вот с такой это придерживаюсь. Слушайте, я вот согласна полностью, потому что к этому все равно должна быть предрасположенность какая-то. Ну да, согласен. То есть люди, зрители, они вообще всегда чувствуют фальшь, да, то есть когда человек пытается из себя что-то показать. Это правда. Поэтому вот я тоже во многом мы там разговаривали о том, как сделать бойца более медийным, например, чтобы он был более узнаваемый, понятно, по боям, да. Но помимо этого есть еще жизнь, за которой следит очень много зрителей. Но если ты из себя будешь что-то придумывать, показывать, это не зайдет абсолютно. Ну кажется, что это все видно будет. Самому будет комфортно, да, находиться вот в этой роли. Так не крути. Ну, на тебя все смотрят, думают, это мышно. А у тебя, Жора, не было таких моментов, когда говорили, что давай сейчас ему там напишем, туда-сюда всех отметим, чтобы вы все слышали? Те, кто мне знает, никто не позволяет себя такое мне советовать и говорить, потому что я люблю меньше говорить, больше делать. Да, это да. По словам все можно сказать, все можно говорить, но по делам совсем другое. К сожалению, в наши дни больше разговаривают, что они олигархами были. Наоборот, да, к сожалению. Сейчас больше на эти смотрят, на индийность. И Ганара тоже зависит от этого. Чем индийнее, тем больше. Давайте на тему семьи продолжим. Мне интересно, у вас в обоих уже достаточно много профессиональных боев. Я знаю, что особенно у начинающих боксеров всегда «Да зачем тебе это? Да куда ты там?» У вас еще бывают такие разговоры? Или все как-то уже привыкли, что это ваша работа, а уже не отговаривают, просто тихонечко в сторонке переживают? У меня, ну, конечно, уже привыкли, конечно. Ну, пальму, да, говорят, ей, сколько можно, давай уже. Все равно для здоровья. Они больше для здоровья. Уже заканчивай, говорят. Да, я-то сам хочу, конечно, до конца дойти, чемпионские выигры, минимум. И они основной из-за родителей, да, и жена, как бы, из-за здоровья, да, переживают. Поэтому я их понимаю. В то же время они и радуются, да, эти эмоции. Что я завершу с боксом, да, уже эмоций этих не будет. Они сами тоже это понимают, но и в то же время они, как бы, риск все равно же есть. Поэтому так. Ну, да. У тебя же, Арак, семья поддерживает? У меня семья очень сильно поддерживает, потому что они знают, что у меня есть цель стать чемпионом мира. Это была у меня мечта с детства. По-любому я... Ты их подготовил. По-любому я достигну. И сколько будет длиться это, не могу сказать, но прекращать тренироваться и больше не заниматься боксом, это точно не будет. Постально я буду в спорте, я буду в боксе, да. Но могу не боксировать, конечно. А кем бы ты, например, себя ведет в дальнейшем? Может, тренировать в плане? Да. Вообще ничего. Тренер сборной Армении по боксу уже рано. Не тренер. Не тренер. Просто буду следить. Следить буду. А ты бы смог тренером стать, Заур? В дальнейшем? Не, могу, я думаю. Мне будет дуэт с Закой, а не будут два тренера. Ну, вот слушайте, сейчас Заур на самом деле сказал такую очень важную мысль, да, вот у вас сейчас действительно... Какую? Не понял. Ну, у вас сейчас действительно такое время, когда, ну, понятно, нужно думать о здоровье и так далее, но сейчас у вас такое время, когда шансы забрать свое, как говорится, да. Дойти до мечты буквально, я так понимаю. Потому что мы все понимаем, что карьера боксера, она не вечна, что рано или поздно придется завершать. И вот как ты сейчас говоришь, что это же все равно эмоции, и ты подсаживаешься на эти эмоции. Выход на бой, да. То есть, вот, скорее всего, я вам задавала вопрос, а что вы чувствуете, когда вы выходите? То есть, вы вот как раз и выходите за теми же самыми эмоциями, за драйвом и так далее в том числе. А мне кажется, это ребят в какой-то мере даже объединяет с фанатами, потому что люди бои смотрят по той же самой причине. Да. Это что-то, чего нет в других менее контактных видах спорта, скажем так. Баскетбол и футбол красивые, но там ставки не настолько высоки. Да. Как, не помню, чья цитата, не буду врать, все всегда говорят, что там вот футбольная команда может плохо сыграть и пойти в этот же вечер гулеванить. Но если ты плохо отбоксировал, ты в ринге был один, и только ты в этом виноват, и все будут в тебя пальцем тыкать. Поэтому тут как бы ставки совсем другие, и ребята здоровьем рискуют гораздо больше. Я, конечно, понимаю, что существует регби, там тоже свои приколы у мужчин, но бокс, единоборство, это, конечно, другие эмоции. И потом очень часто боксеры, которые закончили, говорят, эх, вот негде взять больше. Ну, Саш, а в то же время, как бы, когда ты выходишь в прямой эфир перед боксом, например, это то же самое, это те же самые эмоции, то есть вот тот же самый адреналин, который выбрасывается. Мы все сидим на этом, ребята. Я вот сейчас думаю, ты вот с боксом завяжусь, да, вот все равно вспоминать будем, да, все с семьей. В зал будешь приходить, там с молодой. Дома ты рассказываешь, как бы родители смотрят, будет там такие какие-то ходят. Я говорю, вот видите, когда завершат бой, уже не будет. Что вы делаете будете? Все равно интерес есть, да, хоть они там переживают, да, но и родуются. Ну, в общем, это все лирика, потому что в любом случае у нас впереди 6 сентября, просто невероятное, грандиозное шоу в Челябинске, где вы выступаете в главном карде, Зур, в главном бою вечера, Жора в со-главном бою вечера. Поэтому это будет мощно, я вообще с нетерпением жду этот турнир. А сейчас то, чего мы очень долго ждали. Давайте сейчас мы либо заставим фанатов бокса вас очень сильно полюбить, а некоторых очень сильно не полюбить, потому что мы с Екатериной приготовили для вас небольшой быстрый опрос, такой блиц, вот, что вам больше нравится, подходит и так далее. Отвечайте быстро, не задумывайся. Сначала Жора, будешь отвечать, ты первый, ладно? Слушай, подожди, Саш, пусть они отвечают, да, одновременно, задаем вопрос, сначала Жора отвечает, потом зала, ну давай. Давай, попробуй, да, все, согласен. Силовая тренировка или кардио? Кардио. Силовая. Ну, так вот. Пицца или суши? Суши. Пицца. Ох, какие прям настоящие соперники. Они ищутся. Вопросы нет, какие проблемы. Отпуск в горах или на море? Горах. Ну, понятно, ладно, тут можно было догадаться, можно было не спрашивать, я вспомнил, откуда ребята, реально можно было не спрашивать, согласен. Беговая тренировка или велосипед покрутить? Беговая. Что-то вообще не совпадает. В самолете летите долго, книжку прочитаете или фильм посмотрите? Фильм посмотрите. Справедливо. Джеб или апперкот? Любимый дар. Джеб. Современный бокс, самые лучшие ипостаси. Чай или кофе? Чай. Кофе. Первый бой Карда или главный бой Вечер? Главный. Главный. Справедливо. Молочный шоколад или горький шоколад? Молочный. Без шоколада. Без шоколада, да. Без шоколада, да. Без шоколада, понял. Сильно. Это я на будущее просто, когда еще... Без глютейна. А, чай без шоколада, точно. Без глютейна. Холод или жара? Чара, холод. Красный или синий угол? Красный. Не, не знаю. Синий-то уж. Красный. Ананас в пицце, да или нет? Нет. Я даже не понял, что за вопрос. Ананас в пицце пробовал когда-нибудь? Не, не пробовал. И не надо. Это просто Сашина любимая пицца. Да, это мой любимый вопрос, да. Фоксировать у себя дома при своих болельщиках или на территории соперника? Везде. Хочется на территории уже. Ходит, думаю. Я знал, что я за Ура этим заживу, я задену. Ну, друзья, вот так как-то можно охарактеризовать любитель пиццы и кофе Заур Абдулаев, любитель суши и чая, получается. И желательно пить кофе в жаре, а здесь пить чай в холоде. Ну, а дыхать не примерно в горах. Екатеринбург больше подходит, чем Зауру, потому что у нас чай в холоде, это почти круглый год. Вот так, друзья. Спасибо вам большое. Очень много проведения. Были очень рады видеть, ребята. Вам спасибо. Очень сильно ждем ваши поединки. И очень сильно надеемся, что следующие этапы тоже будут при нас. Все, вам спасибо. Мы со своей стороны будем стараться. Мы не сомневаемся. Вообще не сомневаемся. Друзья, подкаст «Говорят кулаки» был с вами Жора Мазарян, Заура Абдулаев, ваша ведущая Екатерина Березова, Александр Камельков. Я думаю, как всегда, завещаем. Любите бокс, смотрите бокс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok